Следующее видео я хочу посвятить Как раз с теми, на чем можно рисовать, создавать картины Жидкостным путем, жидкостной методикой И материал, который мы можем использовать, очень много И, скажем, какой из них самый лучший, я вам не скажу Все зависит от того, как много денег вы хотите потратить На изучение этого вида искусства И что вы хотите дальше делать с этими картинами И поэтому начинайте с меньших размеров Когда вы освоите эту технологию досконально Тогда вы можете перейти на большие полотна То есть на ваше усмотрение Очень многие советуют использовать деревянные полотна Я условно называю это полотнами И поверхность не должна быть шлифованной слишком То есть она, слышите, звук, она такая шершавая немножко То есть не совсем, но в то же время она позволяет хорошо растекаться Материалу по поверхности И, в принципе, это очень удобный материал Я бы сказала, что да Но единственное, что деревянные, конечно, не дешевые Поэтому не всегда можно его купить Чтобы просто попробовать потратить и выбросить И когда не получается, например, что-то, как в этом варианте Это мой Ленечка, мой внук делал, пробовал И, к сожалению, мы изучали новый растворитель Все-таки не получилось так, как мы хотели Чтобы не выбрасывать это Я ее это оставила Потому что на этом можно что-то потом попробовать Новое дорисовать И, в принципе, это хороший материал для последующего рисования Теперь можно использовать обычные картонки Опять же, из картонки, которые продаются в магазинах для рисования Поверхность не слишком гладкая Вот здесь с этой стороны больше шавы Но это картонки, они недорогие На них хорошо разливается жидкость Поэтому можно использовать такие картонки Любые картонки И, в принципе, работа на таких картонках О них можно потом в рамочку И, как говорится, пригодится Когда у меня остается маленький Ну, скажем, небольшое количество красок Я люблю, я специально снимаю пленку Пока я не использую, чтобы просто пыль не попадала Вот такие полотна Видите, это полотно Значит, довольно хорошего качества Но они удобны, потому что, опять же, на них можно работать Учиться смешивать краски И, в принципе, значит, очень удобно Вот такие маленькие Я уже некоторые использовала Самое главное, они недорогие И в то же время на них Их можно потом дарить кому-то Или просто использовать для каких-то своих композиций Есть такие вот полотна Тоже высококачественные Их можно все купить и онлайн, и в магазине Вот, поэтому квадратные Есть полотна побольше Например То есть, такие вот Значит, 10 на 10 инчей Это приблизительно 30 сантиметров Или 20 с чем-то Но также можно Вот, значит, это хлопчатопомажные Значит, не дешевые Наверное, бывает на продаже То есть, это просто пленки Очень хорошие такие вот полотна Которые можно использовать Есть также Есть, значит, например В виде прямоугольников Но есть еще также вот деревянные такие Кстати, деревянные различные Вот эти, как бы, полотна Можно использовать не только для рисунка А для вот этой техники Ну, с другой целью То есть, можно даже какой-то подарок делать Например, резаная доска Кухонная доска Если вам не нравится Значит, или, скажем, хотите проэкспериментировать Есть в виде сердечек Вот, деревянные такие Есть в виде круга Но также вы можете использовать диски Вот, вы можете использовать диски А если вы хотите с двух сторон То, конечно, эту сторону Нужно покрывать Вот, как раз Вот этим Праймером Гросса Или другого цвета Для того, чтобы Краска Не слазила Хотя поверхность Самого диска Очень такая шершавая С этой стороны Поэтому можно накладывать С этой стороны И дальше В дальнейшем Делать какие-то композиции Из разных дисков Так что, как видите Выбор у нас колоссальный И для начала Может подходить Любой вид Ну, полотен Которые у вас есть У меня еще есть большие Скажем Размеры Полотен Которые я использовала Для других Ну, как бы Своих Картин И Но Именно Для Жидкостных Технологий Нужно начинать С меньших полотен Кроме того Они тоже Очень удобны На стену Например Вы берете И потом Приклеиваете Или вводите В рамочку Красивую Например С бордом Таким вот Это получится Очень интересная картина Теперь Работая Значит С полотнами С чем вы столкнетесь С тем, что Вот эта часть У вас может быть Грязная Вот как Например Вот видите Здесь Это мы с внуком Баловались Поэтому Естественно Ничего мы не скрывали Что можно сделать Потом Можно Закрасить Вот это все Как бы Дополнительно Оставшейся краской Или Кота уже высохнет Но Довольно часто Можно просто Заклеить Вот Таким Значит Клейкой Вот этой Лентой И практически Предохранить Но я также Рекомендую Вам Просто Вырезать Брать Например Целлофановую Бумагу Вот Сейчас я Просто Продемонстрирую Например Вырезать Из целлофана Из какого-то Кулька Из какого-то Кулька Вот Такое Значит Так сказать Таких Размеров И после этого Вот уже Приклеивать И так Вот по кругу И практически Это полностью Защитит Попадание Краски Внутрь Или на поверхность На заднюю поверхность С эстетической точки зрения Это выгодно делать Когда вы дарите Кому-то Значит Свою картинку Но Например Если все-таки У вас запачкалось Вот как Например У меня С этими картинками Есть выход Можно просто Заклеить Это Чистым Аркушем Белой бумаги Вот И в принципе Тогда уже Такая картинка Будет презентабельна Или же Мы ее приклеиваем И берем рамочку То есть Не обязательно Заклеивать Вариантов есть много И все зависит От вашей фантазии И также Предназначения Вашего произведения Искусства Кому вы хотите Подарить Оставить себе Или же Продать Всем Приятного дня И Если вам интересно Продолжаем Следующим Видео Субтитры сделал DimaTorzok